Где? Хорошо? В таком бутылке, конечно, я покажу. Сейчас, чтобы он разомнется. Чтобы он не свалился в тупень. Я сижу на краю, обычно, вот так вот. Ну вот, я так буду на тебя посмотри. Хорошо? Значит, смотри. Ты на меня сейчас не смотри, как наступать. Знаешь, что сделаешь? Вот сейчас посмотрю. Так вот. И всё. Окей. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова А.Кулакова А если ты с оркестром играешь? А если ты бы играл сейчас с оркестром? Что ты им будешь говорить? Ай, простите? Ну ты гладишь, не останавливайся Субтитры подогнал «Симон» 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 Поэтому ты нажимаешь педаль, и дальше её уже не снимаешь. Ты думаешь, это спасёт? Нет. Не спасёт. Сыграй это место в том темпе, в котором ты можешь играть удобно. Теперь сыграй первую тему. Вот твой ответ. Понимаешь, разница? Значит, надо выучить то место, чтобы оно получалось живее, потому что это очень медленно. Да? Понимаешь? И брать всё равно темп внутри себя по этому месту. Потому что, по идее, в концерте, в этом финале, оно всегда идёт немножко вперёд с оркестром. Там такая музыка. А ты играешь ему назад, а дальше опять идёшь вперёд по теме. Это не есть правильно, лучше как бы получить то место. И не хватать быстро темпа. Потому что ты это место играешь в одном темпе. Тут ты хорошо справляешься. Вот это играешь в другом. Так, немножечко уже везёшь, да? Уже немножко. И вот это тоже играешь в другом. Тоже играешь в другом. У тебя, получается, в одном финале много темпа. А этого же там нет? Там же нет, смотри. Правильно? Вот. Это, значит, это первое, то, что лежит на поверхности. Теперь сыграем это место, в своё соло, там, си минор. Вот это вот. И послушай, куда идёт тема. И скажи мне, как она движется. Хорошо. А можешь вот это играть? Да-да-да-да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Смотри прямо вперёд. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Слушай при этом ту муту, в которую ты идёт. Та-да-да-да-да-да. Немножко придерживай её. Та-да-да-да-да. точнее и пальцы еще больше снимают и до диез четверти и вот сейчас сыграю еще раз и обрати внимание играем без педали если ты ведешь тему наверх, рояль сам дает такой хвостик сыграю, послушай нет, нет, без левой руки, сейчас сыграю нет, стаккатом, если ты говоришь сейчас ты не играл стакката, я играл тяжело, смотри вот так сыграю слышишь, что происходит между нотами, слышишь? звук слышишь? неуловимый, слышите, да? вот на самом деле это все уже и есть та четверть, которая педальна потому что этот звук, он все равно в рояле уже есть дальше теперь сыграю вот так да, вот где надо было поменять ногу да, молодец, еще раз да, вот это, как бы почти одна педаль и вот здесь другая сыграю нет, только стаккату отлично, теперь что услышал вот здесь, когда играешь? какая нота самая громкая из этих четырех? Си? нет, ты мне не спрашивай, а ты мне сыграешь, скажи какая какая была самая громкая? совершенно верно ты выстроил три звуча и это его верхняя нота а дальше продолжение какая нота самая громкая? да вот теперь сыграю меня так чтобы вот этот аккомпанемент у тебя был вот такой был вот такой в свое время ничего не делай в левой руке просто быстро убирая пальцы с клавиши отлично вот таким звуком, только очень быстро да отлично красиво есть правой рукой? да а правой рукой в калошу сразу нет, подожди ты сразу сел куда-то как живого сел сюда проснись, еле коснувшись ты ищешь этот Си минор я ничего не делал влево, слышал? вот просто ничего не делал я быстро-быстро шевелил пальцами остальное делает педаль правой руки вот чуть-чуть и педаль не нажимай, как на автомобиле чтобы поехать чуть-чуть вот это ты уже уехал без светофона еще тише петушка-бемушка вот-вот-вот а тут что надо было сделать? это ж твой ля диез уже что там должно было случиться с надой? да а почему не подменял? это мука это у тебя такое, слышно? вот так ты играешь да? посмотри, посмотри вот так у тебя звучит вот так лучше, лучше, лучше вот правильно мыслишь вот вверху все находится в верхней части, да? еще раз вот так лучше, еще фа-деест потяни хорошо да, вот здесь потяни да, вот здесь потяни причем смотри у тебя есть смена педалей раз два три четыре, да? чуть-чуть один раз не надо каждый раз в этом такте где ты меняешь педаль садиться на вас твоя задача слышать вот это вот так ты можешь тихонечко не было это должно появиться вместе дальше следующий да? слышишь, да? красиво? да? вот теперь сыграй медленно в своем темпе чтобы получалось так же красиво и слушай свое стакканто на педали и получается очень к стилю концерта ближе, чем то, что ты делал молодец отлично молодец не, молодец не, молодец не, молодец подожди а вот кто там где это? а тебе кто-то писал там стаккад абсолютно правильный почему это стаккад? потому что это летящие ноты практически без видов поэтому звучит как стаккад тебе и пишут стаккад перевожу на русский что тебе написано нет, там нет уже педаль стоп, все, там и снял это последняя нота короткая нет, а еще в том же характере немножко грустнее почему держишь да? да да это место активное кресло или все-таки оно грустное а что ты резвишься вот молодец дальше и дальше и дальше это, конечно, было главное смотри больше хотя бы хорошо было вот так играть в для вот это further короткое б л и и б это и s и нам я просто что пытаюсь... объясню людям, чего я хочу от себя Я что пытаюсь ему сказать, что это можно играть медленно, это можно играть медленно и это будет финал, потому что здесь надо найти очень точную краску, это кульминация этого финала, почему я с этого места начала, с другой, они все сыграют, а вот это они не могут. Некоторые могут просто сразу вперед и быстро, потому что оркестры там играют более летящим штрихом и они провоцируют на то, что и там много чего происходит до этого и хочется там полететь, это когда есть возможность, когда возможности нет, это надо чем-то компенсировать, потому что это все равно центр финала, этот семинор, это и есть кульминация этого финала, потому что это цыганская тема с трелями, это совершенно другое. А это именно кульминация, поэтому там очень внимательно должен быть какой звук, какая педаль и что там происходит при штриху. И если играть это с ощущением стакката, с той педалью, которую я вам показала, там получается возникает очень красивая акустическая точка. И тогда, слыша все гармонии, нет необходимости играть это быстро, потому что там по идее нет смены темпа. И тогда она этот темп, наслаивающийся вот так, тоже звучит более классически и более финально, чем просто вот так, и дальше все валится, рушится. То есть в этом появляется тогда такая вертикальная устойчивость, ритмообразующая составляющая становится главной. Потому что она как тема ронда все время повторяется в этом финале, пусть она и есть, как бы ронда. Но что-то ее должно заставить измениться, вот в этом финале что-то происходит. Там два раза что-то происходит. Какая-то цыганский табор, который там стоит, какие-то гитары пустые, такие звуки, понимаешь, и там происходит вот это вот. Это важно, это было. Вокруг жизни, в которой жил Гайман, так было и Эд тоже. И эта такая характеристика, вписанная в этот финал, очень важная. А это такая очень красивая, грустная, летящая мелодия. Но она летящая не вот так, разваливающаяся, а именно вниз. Вот эта вот. Вот, ну, вот. Добрался. Вот, вот, и геймана. Это вот одна, совершенно одна уходящая мелодия, согласен? А потом вот эта вот, геймана, более горячая. И левая становится, только более прижатая. И вот эта вот, нельзя пропустить вот это, геймана. И вот эта вот, геймана. У меня теперь поменял. И разрушила. И вот эта вот, геймана. Здесь очень много надо сказать. Здесь очень много надо сказать. Здесь очень много. Здесь очень много. И дальше еще много. Очень точный спорюшок. Вот сейчас играем я это место, исходя из того, о чем мы с тобой говорим. Мы быстро слушаем педаль. Не садись на первую. Еле коснись. Нет, это плохо. Там, посмотри, так будет, так и убрал. Долго держишь, а она короче. Это такая гайдновская концовка, да? И эта нота не может быть длинной, даже при том, что она останется на сильном уровне. Понимаешь? У гайднов все концы фраз коротенькие. Поэтому тебе рисуют стаканы. А вот и беда выглядит здесь. А вот отсюда она опять начинает. Давай отсюда. Это было красиво. Она же красивая. С игами и просто ровненько. А ты не иди в нее. Уходи. Удаляйся от нее. Вот. И дальше. А дальше горячо. Например, начинай сам. Нет, мало. Еще больше. А вот это надо добраться до вершины. Вот это. Сними педаль. Смотри, что ли. Это была еще педаль. А здесь короткая. И сменила. И сменила. Вот там, смотри. Ты закончил этап. И возникает правая. Это длинная. А вот здесь. Это педаль. И педаль. Это педаль. И педаль. И педаль. В этом месте нет. Вот так. Этот же короткий штрих должен быть в контексте. Даже если ты играешь быстро. Понимаешь? И вот эта нота взлетает. И продолжается. Обрывается. И новая тональность. Но пришла сюда. И разрешилась. Вот так все согреть. Сначала? Да. Молодец. Неси, неси. Педаль. Молодец. 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 Давай, давай, дальше. Ваши бабы. Разрешил. Тебе, смотри. Вот сидел, сидел. Почему еще вот эта нота важна? Почему? Послушай, что у меня было. На медиазе. И ты с ним разрешил. Дальше. Непонятная какая-то тональность. Мажорная или минорная? Точно сразу не скажешь. А ощущение мажорная есть? Есть. Так давай вперед, черт. Давай. Хорошо, играешь сейчас. Разрешил. А дальше изменись. Молодец. Давай. Отсюда? Откуда хочешь. Да, можешь оттуда. Молодец. Отсюда сыграй. Да, на-та-та-та-та. Ты чё? Я тебе басы сыграю красивые. Больше правая. А еще вот так, посмотри. Ты играешь там. Танатина, тана-доро. Скажи, тана-тана тана-доро. Вот каждую ноту скажи. Танатина, тана-доро. Вот, поешь правильно, вот так сказать, ну, горячо, разрешаться будет легко, давай, 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 слушай, слушай, давай слушай, не смотри. Не растягивай, а очень горячо, так вот, говоря каждую нотку. Молодец, молодец, не только. Теперь что надо сделать, чтобы эта тема звучала по-другому? Вот, бегу, 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 баксо,arter-хook, фартную сторону, сыграть. И отсюда, вот так вот, петельную, сваду. Вот, я играю вот таким рисом правую, вот таким пальцами. Вот теперь вот отсюда. Я всё время беру педаль, но я даже не могу тебе сказать, где. Понимаешь? Везде, но очень чуть-чуть, от так чтобы красиво drive. Нет, не говоришь. Вот, сейчас было правильно. Услышал и пошел. Понимаешь, вот есть такие вещи в гайне, да. Вот если мы будем просто с тобой формально играть старт и штриху, это скучно. А если ты это сыграешь как бы в этом году, осмысливая общую линию с тем же штрихом, тогда будет красиво. Давай, еще раз вот так. Слышь. Теперь то же самое же, Велик. Не ровно или что-то. Вот здесь не надо растягивать. Горячо, но направленно. Еще, еще, еще. Медленно. Вот так. Согляю. Соль. Та-па-дам-пам. Та-па-дам-пам. Та-па-дам. Сюда. Вот так еще. Та-ти-а-дам-пам. Так. Ты угарачиваешь, ты досмотрите, что делаешь. Так. И вот такой выражек. Так, а теперь сыграть как, чтобы от соль туда прийти, а не сюда. Ты говоришь так, смотри. А здесь украшение должно играться от первой. Вот, молодец. Так, ну, это лент, и она не укороченная. Она ведущая. Вот сыграть так, от украшения и туда. Вот и так. Молодец. А теперь чуть-чуть живее. А теперь сыграть во одну купе. А теперь так, чтобы не выстреливала верхняя. Еще раз. Ну, раз. Выстреливаешь. Ну, удобно тебе, да? А что неудобно? Где неудобно? Ты руку снимаешь, а там нет тренера. Ты можешь сыграть вот эти ноты, четыре ноты между этими двумя. Мы не можем так сыграть. Это украшение к одному звуку. Поэтому свободно. Вот, пошел. Ну, да, у тебя время. Просто услышать левую. Тогда удобно. А ты играешь от правой. А еще лучше можешь. Слышишь, что делаешь левую? Вот и все. Ты левую слушай, а не правую. А теперь соль с фаса впади. Ну, я не могу. Угу. Угу. Чтобы это получилось, смотри, что я делаю. Угу. Я левой рукой подвожу. Угу. 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 Контакт у тебя будет. Вот ты сыграл, разрешил. Угу. Вот, например, на педаль сразу. Не можешь дальше растереть. Здесь вот взял вот этот. А левая у меня на месте. Я ничего не делаю. Я сижу в ровном темпе. А ты так скажешь. Поэтому некрасиво. Давай. И горячая правая. Угу. 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 Так. Угу. Дальше. Не застревай, голя. А что надо было сделать? Здесь снимать обязательно, оттуда же, и дальше спускайся. Ну-ну-ну. Левая такая, механическая, правая, прибучая, вот и все, дальше еще. Теперь спускай так, чтобы это украшение не являлось украшением, которое испортило вещи. Чтобы оно украсило. А теперь сыграй это как художник, который может себе позволить сыграть эту свободу. А дальше вернулся. А дальше забудь про художника. Нет, это плохо. Что такое мелодия? Ты почему мне играешь выразить налево, а не правую? Вот это прям полным весом руки. Это прям такая полноценная мелодия. Вот это смотри. Ты попробовал ее. Вот здесь тебя тормозит первая нута ля. Она должна утих с улью. Ты сидишь. И поэтому дальше темп не идет. Понимаешь? Вот сразу в армию. Вот такая мелодия. Она просто несется. Поэтому эти парочки, понимаешь, они как бы ведут тебя. Они не просто такие. Они и так вышли. Но ему хочется вот еще показать эту летящую. Вы уже в летящем состоянии. Там очень важно, не важно, как и куда придется это украшение. Важно, что будет с ритмической шестнадцатой к следующей сильной доле. Вот эта. Вот она может быть стойкой. И от этого будет зависеть, что дальше. И так можно. А можно так. Понимаешь? Можно так. А можно еще 100 вариантов. Разных. Ты выбери себе, какой тебе ближе, такой себе. Вот тебе какой хочется. Какой играй. Ну да. А тут же. Вот откуда мне не нравится. Почему держишь здесь? А, ой. Еще раз. И вот это. Разрешение. Тебе учили разрешение? Да. Да? Второе после разрешения. Разрешение всегда громче и тише? Тише. Тише. Ты же все знаешь? Зачем ты знаешь? Ты для чего это знаешь? Тише. Вот так и вперед. Тише. 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 А теперь будет разрешение. Тише. Молодец. Тише. 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 Держи. Питать. Сняй. Тише. 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 от твоего украшения она не должна стать резкой, она может быть яркой, может быть тихой, но резкой не должна быть, значит получается так, так же не обозначена уголька, не отслышишь, а ты именно так и делаешь, вот, еще обрати внимание, что тебе приходится делать, когда я говорю хорошо, что ты делаешь в это время, когда мне нравится? Двумя руками собираю, ищи в двух руках ответ, это не нравится, не нравится, лучше, а еще лучше, плохо, лучше, а еще, Надя, вот когда я тебя хвалила, что ты делала? Я не хвалю, ищи, ищи, чтобы я сказала, хорошо, и скажешь мне, почему это хорошо, давай, давай, играй, ищи, Зачем ты удаляешь? А, хорошо сейчас было, что было сейчас? Я не делала, я не поделала. Что ты не сделала, я слышала, а что ты сделал? Почему я сказала, хорошо? Хорошо было? Вот они должны сами фиксировать, вот почему это хорошо, потому что в левой руке было то время, которое позволяло правой быть удобной, она не диктатор левой рукой. Ты, когда ешь вилкой с ножом, ты думаешь, тебе какая рука мешает? Думаю. А вот здесь ты думаешь, сто процентов, понимаешь? Так устроенным. Вот ты должен играть так, что тебе левая рука помогала, не мешала, потому что все, что педаль, сегодня у меня будет Ульяна вслед за ним, моя, которая не умеет играть с педалью, так получилось, ей очень не повезло, потому что я рассказывала, что она попала в подготовительное отделение в дистанционное время. Потому что у меня обычно, когда маленькие дети начинают, я их первые полгода им даю разные задания и смотрю, что я получаю в ответ, и уже для себя выстраиваю какой-то план. А потом мы начинаем как бы заниматься, и очень быстро, а тут дистанционка и с ужасным пианино на расстоянии, ну, трудно ребенку, трудно. И поэтому мы не дошли до педали, а дальше год начался опять дистанционка. Я не дала педаль, потому что я не могу это проконтролировать по телефону, понимаете? Не увидеть, как она берет, и она не слышит, где надо. И сейчас ей очень трудно, ей надо вписаться уже в уровень как бы продвинутых детей, а я не пускаю, да? Потому что она не слышит педаль. Почему мне важно, чтобы эту педаль слышали, что я имею в виду? Вот на примере, Димон, хороший мальчик, да? Ест одинаковыми двумя ножами, без ноги, и все его мешает. Что происходит здесь с левой рукой в этом концерт? Что происходит с педалью? Вот смотри, то, что я тебе показывала. Класс. 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 Держу удар, разрешила, сняла. Что я хочу тебе показать? Почему я это играю? Помимо того, что мне нравится этот концерт. Педаль относится к икнической категории. Вот это не всегда дети понимают, и даже взрослые не всегда понимают, почему это так. Вот в данном случае, особенно в классике, барокко, ветская музыка, педаль практически не совпадение ритма. Она даёт ту пружину, которую невозможно рассчитать, если вы относитесь к педали только как к тому, что вам надо показать, или только как к вспомогательному моменту для хорошего звука. В классике это не работает. Вот я это уже проверяла на великих, общаясь немножко с Шерифом, как он аккомпанирует концерты, я всё время смотрю за их ногами. Что они делают? И у них это абсолютное совпадение того, что они чувствуют ритмически, вот что для них является пульсом, вот в это время у них там работает. Почему? Потому что вот это, да, вот сказать, что здесь нужна педаль, у нас нет паузы. Чтобы эта пауза была не искусственная, вот здесь, они её снимают. Надо понимать, что это вот, смотри, моя нога, смотри, я его преувеличенно показываю, да, вот то, что мне нужно, чтобы пилось в пульсе, и это совпадает с гармонией, которая важна, вот в этих местах очень важно ритмически ощущать эту самую нону. Не просто её пометь, а именно ритмически, потому что тогда полномы летит мелодия. Я не могу объяснить этого физического явления, не знаю, почему это происходит, но это происходит автоматически. Потому что вот если мы будем играть сейчас, не так, вот сыграя мне, пожалуйста, разреши здесь педаль, два раза поменяй, и сделай мне смену педаль, чтобы я слышала паузу. Вот нет, ну прям отсюда. Разрешил, поменял ногу, а потом сделай так, чтобы я слышала паузу, и сыграю дальше. Как ты это делаешь? Ничего не получается. А вот теперь играй мне так. Вот эта секунда на этой педали хрисняк. Вот то, что происходит. И если об этом задуматься, это самая разница. Почему я говорю, что для меня невозможно по телефону сделать педаль, это разные вещи. Потому что даже в Бахе, когда мы говорим, вот эта игра без педали, Ну, это хорошо, только кто вот мастерски может, да? Возьми немножко педаль. В их представлении немножко, это сколько? Ваше представление, это немножко одно. У вашего коллеги немножко другое. У них вообще 25 представлений про это немножко. И они начинают брать педаль где? Они начинают брать педаль там, где им неудобно держать руками. Те, которые поумнее, да? Не будем говорить, такие существуют во всех школах. Вот соображают, не получается, и сядется, что он взял такой. И у нас такая вот клякса такая среди, да? Они не берут педаль от баховского ритма, да? Потому что у баха обычно, когда начинается развитие тем, даже в инвенциях это слышно, их начало не приходится на сильные доли. Там, где уже идет развивающий момент, вот они идут, первая тема, вторая тема, как изложено. Нет сильной доли в теме, а она так и идет, нет сильной доли, нет сильной доли, нет. А вот дальше, особенно, когда уже до фуг мы доходим, до серьезных каких-то вещей, там возникает сразу что? Вот там оно и возникает. Она может быть не только там от восьмой паузы, да, сама, а она может начаться на вторую долю, может вообще из-за такта начаться пойти в другой голос. А в другом голосе начинается как положено. И вот когда они берут педаль, где им сложно, вот тут происходит полный бардак, извините за грубое слово, да? Потому что они сами ничего не понимают, зато они все вроде как соединили. Надо нам это соединение? Да никому не надо. Тогда надо объяснить, насколько важен там ритм. Он важнее, чем то, что они... Если они какую-то ноту пожертвовать не удержат, бах, не пострадает. А вот если там вот этот вот масляный жир, да, вот сразу такого сливочного масла, то там сразу все мы обалдели, и всем нам все нехорошо. Поэтому вот педаль в данной, в этой музыке, она очень важна. Потому что в романтике там немножко другое. Там тоже есть это, но это уже как эффект усиливающий еще либо развитие, либо уход. Ну, там это уже связано с романтическим порывом, настроем и временем еще плюс. Здесь время очень свободное в барокко, в классике. Но то, что я ему показываю, это и есть свободное время. Это же нельзя сыграть вот... А как, вот при этом, там же еще я есть, вот тут вот, в оркестре, в оркестре, да? Вот ты должен так сыграть, и вписаться и дальше в сильную долю, и тут, чтобы они тебя не развалились, понимаешь? А если они вдруг услышат тебя и будут тормозить, и ждать тебя, что ты будешь делать? Значит, а дирижер, когда стоит, он видит твою левую руку. Значит, твоя левая рука, вот она сидит на месте и ничего не делает. Ритмически ничего не делает. И тогда что останется? Только нога. Она высвечивает, тянует, и ты ушел. Я сняла педаль, и дирижер услышал, что у тебя пауза. И он знает, что ты в сильной долю. Не потому, что ты показал ему этот вопрос, это ему до лампочки. Он с тобой все равно так не совпадет. А ему важно, что он слышал, что он здесь. Пошла мысль. Другая фраза, другая тональность. Понимаешь? Вот теперь так, понимаешь, играю не это низко. Вот отсюда. Горячо, и разрешение. Продолжение. Играй прям горячо. Горячо, горячо. Нет, это не разрешение. Горячо. Ой, давай. Молодец. Значит, ну, большинство. Случшее. Совершенно другое дело. Это похоже на классический концерт. Начина, удивись. А зачем ушел? Твоя каденция. И дальше ты играешь тихо. Почему? Они должны с тобой вступить. Вот пусть они играют, как хотят. А ты сыграл им, и вписался. А они пусть тебе играют. Горячо. И веди. И веди. Теперь сыграй мне эту тему после этого. Когда они послушают то, что у тебя в левой. Вместе. Нет, ты вяло снимаешь вот это. Вау, два, три. То же самое. Посмотри сюда. Раз, нога, три, четыре. Так же, резину-то нет. Вау, три, четыре. То же самое. С твоей ритмической педалью будет правая рука. Горячо, вернее. Педаль, педаль. Все время полтакта педаль. Чуть-чуть легкая подвеска. Не смотря. Я ничего там не делаю. Там педаль делает свой полтакт. А рука ведет все. Правильно. Только сделай это. Это не так просто, как кажется. Вот это все. Играешь как будто без педали. И это играешь как будто без педали. А нога свое делает. Играем. Да, вперед. Хорошо. Еще короче звук. Чтобы получалось совсем здорово. Чек-п��у. Чек-почти стакан. Так как. А правую играет. Нет? Нет. Ритма. Не меняешь, не успеваешь. Ты меняешь жестко полтакта. Медленно собираешь. А теперь смотри, менял правильно, только ты, меняя педаль, играешь с акцентами прав. А ты играешь как играешь, только нога. Чуть-чуть ритм отбивает тебе полтакта. Раз, два. Причем она такая, смотри, практически прямая. Она чуть-чуть должна быть. Кабель. Не знаешь ли его рукой. Там же есть своя идея, да? Нет, ты играешь не ритмично. Другое дело, в правый этап играет. Играешь так, смотри, да? А вторую тише. Играешь так, смотри, да? А вторую тише. А полегче левую при этом? А, еще лучше. Нет, садишься через раз. Садишься. Вот так, смотри. Вот так, смотри. Вот так, смотри. А, хорошо. А левая мешает? А левая мешает? Опять два ножа вместо вилки. А, вот так, смотри. Лучше. Вместо вилки. А, вот так, смотри. А, вот так, смотри. А теперь добавь такую педаль, чтобы это место было с педалью, но никто из нас не понял, что ты ее берешь. Нет, все поняли уже. Нет, все поняли. А там есть акцент у тебя в музыке? Вот здесь. А зачем ты его делаешь? А, ищи, ищи. И не добираешь вот это. Это же имеет продолжение. А теперь педалью слышат все ноты в левой руке. По две, а не по полтора. Трудно. Ага, трудно. А почему трудно? На ровном месте. Вот теперь смотри. Я буду делать сюда. Чуть-чуть, видишь, вот тут совсем немножечко. Звела. Чуть-чуть поменял. Медленно. Немножечко. Да, теперь смотри, что я сделаю. Я продолжаю левую крещенку. Каждый раз. Нет, не нападай на фан. Дальше. Иди сюда. То есть, в этом у тебя первый раз так идет мелодия сюда. А вторая такая. Та-та-та-та-та-та. Вот она по-разному живет. И это же твое соло. Вот они сзади. И ты им отвечаешь. Та-та-та-та-та-та. Сыдаешь вопрос. Дальше говоришь и уводишь куда-то оркестр. Да, какую-то мысль. Не повторяешь то же самое, а развиваешь. Ту же мысль, но с продолжением. Вот так сыграть. Горячо. Нет, не фа диез. Вот это жевели пальцы, но вот это я не слышу. У тебя уши-то есть? Вот нота фа по отношению к соль. Это что? Соль, фа. Это что? Что это? Как называется разрешение? Да? Это разрешение. Соль, фа. Вот если бы я так сыграла пару соль, фа. Реально ты будешь играть так? Не будешь. Да? А почему ты так играешь, если бы мне еще три ноты прицепили? Та-та-та-та-та-та-та-та. Сильно идешь. То есть вся эта фигура, она смотрит этот танк. Вот взял ноту... Повел па-да-да-та-та... Повел сюда... Вот куда повел, от этого она зависит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Молодец. Вот так. Теперь так же с двумя руками. Молодец. Дальше... А вот эта музыка, соль и встали. Не годится. У нас играется так как-то. Это все. Дальше робко, дальше робко и то же самое. Левая рука плохая. Посмотри, еще раз сделаем такую педаль. Просто меняешь руку и играешь левую руку. И через раз мы доедем до фа диеза. Теперь так заходим. Хорошо. Еще раз. Так же. У тебя спинка с ножом, проблема. Педаль не может разрушить то, что ты хочешь сказать. За что сдержался? За какой звук? Вот за это ты держишься. Одинаково они движутся. Та, та, т, та, т, 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 т. Сго. Та, да, т, 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 да. Та. Та, т, т. Тише, коч. Та-та-та. Играем подряд. Насivenкий. То же самое, короче, педаль, чтобы она не гудела. Теперь так же с правой. Это другой день. Понял? Но это надо посетить, чтобы ты понял. И это было лучше. А теперь что меняется? Смотри, что появляется в оркестре. Что это такое? Как называется этот ритм? Как называется этот ритм? Это смещается сильная грудь? Ну смей, смей, смей. Си, сон, си. Это смещается сильная грудь, да? Это же важно, смотри. Есть какая-то в ней, да? В данном случае неуверенность. Да? Вот это вот. Во-первых, вот это фигня какая-то здесь. Это прямо так. У меня пальцы. Неуверенно. Четко, но неуверенно. Чуть-чуть выше. Теперь удивленнее. Они разные. Нет, это не будет. Смотри, сделай то, что я говорю гидром. Смотри. Это держится. Дальше. Дальше. Там. Там. А это. Мы же к концу идём. Появляются такие как каденсы. Свободная игра. Отсюда играем. Неуверенно. Нет, ты должен слушать. Опять же, два звука в левом, и плотная такая правая звука, тихо, трафтишь, трафтишь, не слышишь, не слышишь два звука в левом, слушай все ноты, нет, там нет, нет, готовься, смотри. Сразу четыре, сразу три звука, а можно без акцента, просто глупо и одинаково, нет, ты так играешь, а потом где-то присоединяется ми, безударно можно. А левые что делают? Бам! Да, вот смотри. Не акцентируй, а просто снять руку. Активнее пошла, да? Нет. Пошла, а не чайкурс. Пошла, активнее. Вот, вот еще. Нет, мне не можно как-нибудь. Да, и дальше что? Опять акцентируешь. Нет, так играешь. Левая два салюта. Да, именно. А теперь, смотри, а теперь там оркестровая тутся, оркестровая акула, и ты начинаешь. Не надо менять педаль. Не надо менять педаль. Не надо, вот так же музыка. И дальше этапа снимешь только на четверть. Да, но от него готова. Да. Нет, смотри. Ты делаешь так. Фигня. Опять фигня. И вот так. Вот это же данный скан. Да, 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 да. Да, 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 да. Услыши. Ти, левая. Да, она более тянущаяся, чем у да. А теперь еще вот это послушай. Да, 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 да. А-дим, да, да. Вот оно вызывает вот это движение. Этот звук. Не вот этот. Да, 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 да. Если бы так было, да. А-дим, да, да, да. Где я посчитала железно в темпе, а где свободно? Ну, ты одинаково играешь. А-с-бан-пам-пам-пам-пам-пам. Да, а не выпячивая свой диез, но здесь баш. А-с-бан-пам-пам-пам. Нету до диезу неизбегаешь. Молодец. Таденция твоя. Соло твоё, то-тира и смело. Молодец. Молодец. Только смелее. Рома-пам-пам-пам. То есть первая палец твою это ритм. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. И уже синкопы будут другие. Вот здесь ты делал. Вот так вот решительный. Вот так вот. Там просто появляется синкопы. Здесь, как правило, все начинают драться. Как будет псевдовыразительность. Там не надо ничего делать. Угайта настаивать просто приятно. И ничего нет. Но там есть чутко вот это. А вот это уже, пожалуйста. Огромное количество музыки, ты мимо всего так чухаешь. Ну-ка, давай мне мимо музыки. Давай еще раз мне вот это слушай. Это печальная нота, глубокая, печальная. А это капризма. Если лучше правую положить. Снял. Чуть-чуть пошага. Молодец. Снял. Педал. Нет, не ускоряй. Смотри, оркестр в три раза играет. Ты не ускоряй, ты увеличиваешь звук. Поведи и возьми. Смотри, ребят. И вот ты. Да? Да, ты. Они замедляют. Не слышно тебе. Вот это вижу, а не слышно. Дальше форте. Нет, нет, форте. Оркестр снял, и тебя должно быть слышно. Да, ну тебе не знаю. И теперь сделай так. Да, форте, ребят, ребят. Дальше. По основанию, я чувствую, да? Нет, нет у тебя. Да никто тебя не слышит. Орку ты смотри, шелк. Орку сняли, а не сняли, а горку любви. Раз. Давай, выбери. Давай, выбери. А быстрей снять ногу, вот ритм мыли снять. Орку. Орку проводили, вот так вот. И в это время акцент, правда, это совпадающий. Нет, держи ногу. Ты пытаешься от 16-х играть в темпе. От этого так. Так, сэкономер. Первый палец здесь посадить. Сейчас, смотри. Первый, четвертый. Первый ударный. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, 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 ну. А, еще, еще. А теперь в обратную сторону. От того же. Отказ какой-нибудь я закончил. Сюда, да? И обратная. Раз, два, три. Да? А где конец-то? Сюда, здесь. Раз, два, три. Да. Вот. И так же начинаем. Ля, 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 и вниз левко. Вот, это лучше. Понимаете? Вот это выучите. Раз. И дальше. Диминуэнда в движении. Соль диез. Если не будет соль диеза, ля будет торчать. Ля, ля, ля. Вот, 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 правильно. Только активно. Ля, 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 ля. Ля, 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 ля. Да? Это я, да, 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 да. Вот. Замечательно. Услышать надо. Понимаешь? Не сидеть на попе и учить пять часов, а услышать один раз. Быстрее получится. Эконом. Время. Сейчас три дня и концерт, да? Все держат. Хорошо, лучше. Время. Нет, все спешат. Теперь отсюда педали. Не просто, понимаешь? Не сидеть на месте, а двигаться с оркестром. Раз, два, три. Где до диез? Бобра, ми, да. Да, свободно прям. До ди, до ди. А теперь возьми педаль. И на ля сними вместе с пальчиком. Вот так, вот так. Ты аккорд сними раньше. А ты не попал. Нет, это диез у тебя. Знаешь, почему нет? Вот ты играешь, у тебя здесь, вот у него в голове, в этом месте стоп. У него нет ощущения, что заканчивается все здесь. Это вот. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нет концерт, понимаешь? Это как бы каденция внутри единого движения. Единого темп. Но твоя фортепианная солирующая проника. Ты имеешь право сыграть здесь как. Тебе удобно. Потому что оркестр в том, молчат. Но вот эти такты, они должны точно по этому такту ориентироваться в каком-то темпе. Поэтому здесь железный. А этот такт, он свободный. Вот ты играешь сюда. Три, два. Три, три, три. Три, три, три. А ты делаешь так. Потом думаешь. А потом побежал. Уже никому не интересно. Ты же должен, ты добираешься к этой ноте. И это, и это, и это. И пришел в другую. Это вот оно. И вот здесь. Это, почему я говорю, что это тема цыган. Потому что, когда они ездили на своих полосках, каретах, и на всем, на чем путешествовали тогда великие композиторы, тогда еще они не думали о том, что они великие. А цыгане были во все времена. Во всех странах они путешествовали, переезжали из одной страны в другую. Дышишь, как сейчас Евросоюз, без границ. А там везде были цыгане. И вот эти вот эта тема, повозок, они не ездили на каретах. Понимаешь? И дороги были самки. Можешь вообразить, какие, да? И вот это вот, фуку этих повозок. И все время дребезжащий вот этот вот гитарный еще характерный пойман штрих. Понимаешь? Это такое вот немножко вязкое ощущение звука. А здесь очень такое... Представь себе, что это играет звук кайфрейта. Она не может сыграть какую-то пробку, потом ничего, а потом где-то там возникнет. Она все цвистела. И вот эта нота, она не обрывается. Она продолжается. Очень ясными пальцами. Неважно, в какой ты скорости играешь. Вот поведи меня сюда. Пульти три. Давай. Хорошо, только литма не было в этом такте. Да? Бомбежка. Бомбежка была сейчас просто. Это так и я могу. Нет, ты добавляй. Зачем снял? А теперь сними чуть-чуть больше педаль. Услышь ее. Лучше. А еще больше. Долго. Почему сидишь, да? Вяло. 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 Шестьсот, где есть плохое. Ты смотри. Вот можно снять, да? Обрывай. Плохо звучит. Потому что обрывается нота Ни. Возьми такую. Раз, И. Два, И. Вторая четверть очень важна. Сидит уже на месте. Медленно сделай с ногами. И. Раз, И. А теперь соединю на форте правую руку. Раз, два, три, дни. Раз, два, три, дни. Раз, три, дни. Раз, три, дни. Да, да. А теперь пожалей. Согрой. Раз, два, три, дни. Долго держишь свой вес. Раз, два, три, дни. Четыре шестнадцатые. Вот, вот, не хватает. Да, еще больше. Не ари аккорд, а правую оставь. Хороший учебник. Хороший учебник. И дальше при слушании. Не к себе, а ко мне. Играй свою руку. И правую, и левую. Слыши меня. Три, четыре. Ну, три, четыре. Вот здесь слышу паршавые, а там ни разу не слышал. Там, смотри, там одни были люди, а другие. Прямо вместе. Как призмы, веселые они. Давай отсюда. Не. Подольше. Не слышишь. Еще. Нет второй доли. В это время, смотри, что. Другой. Другой. Левая должна свой шаг. Не. Не слышу. Не слышу партия. А фаршлаг смотри, сейчас фаршлаг супер. Взял вот эту первую, смотри сюда. А дальше от фаршлага. Да и все в шаге. педаль рефлю в педаль. Один подыхает. Сверху и двуем Другой. Другой dot Чего не хватает в это время? Чего не хватает? Смотри. Что я делаю? Где вилка? В какой руке? У тебя вилка в какой руке? Правильно? Вот я вилку и держу. И вот она педаль. Я педаль беру по восьмой, а левую держу. А фаршлаг снимаю? Возьми, давай опять. Вместе. Вот это от спектакли. Крещеный сюда. А вместе можно две руки? Не, не вместе. Да, не очень вместе. Ну почти. А теперь, чтобы правая не умерла от ужаса, левую чуть полегче. Три, три, три. Хорошо, теперь добавляю паршлаг погромче. А право куда делается? Это педаль. Я теперь могу облегчить жизнь. Можно играть как все. Просто меняю педаль. А я тебя прошу снять. Тогда звучит лучше. Вот здесь лучше. Ди, три, 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 три. Добираясь с трудом. Ди, три, 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 три. Потому что там есть две истории. Одна такая. Вторая такая. Одна такая. Вторая такая. Если я играла восьмушками левую. Она разная. Понимаешь? Если это все играть с левой педали. Это не слышно. Она пошла сглаживать. А если умерла с левой педали. Играть большим весом. Не прыгая правую. А левую полегче. Но держать рукой, когда снимаешь. Трудно. Медленно делать. Взял. Дэ. Снял. Рука осталась. Сюда запрыгнул. Сюда запрыгнул. И вот сюда пришел. Молодец. Снял. Ти. 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 А теперь сделай отсюда. Тише. 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 Разве это. Слушай. Тише. Снял. Та самая ритмическая парад. Тише. 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 Теперь смотри. Там короткая ляба. А это длинная. Положи. Разные. А зеленые. Тише. 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 Снова. Тише. 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 И вот так бун. Раз. Два. У оркестра баянный. Тише. Тише. Нет, нет. Слушай. Это восьмушка. Они разные. Знаете, это шестнадцатый. А это восьмая. Тише. Раз. Тише. Тише. Четыре. Тише. Важно для дирижера? Пожалуйста. Сюда. Красиво. А ритми? Ля. Задержался. А что надо было задержать? Вот они разные. Убрал педаль практически на 9. Давай, пробуй. А теперь добавь вот здесь больше мелодии. Бележно. Протащи эту гамочку. Три. А что там мешает? Вот здесь. От левой вместе пара. Четыре. 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 Пять. Смотри. Не держись. Бросай мелодию. Три. 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 Сюда найдет. Три. 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 В своем деке. Да. Теперь ты должен услышать вот это. Та. 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 Ти. Та. 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 Правая же. Слушай, слушай свою реальность. Смотри. Они разные. Ты акцентируешь это просто. Одна мелодия. Два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре. Теперь двумя руками. Два, три, до, 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 до. Не бросаю три, до, д, до чего дальше? Два, три, до, 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 до четыре, раз, два. Только агентство расций. Это прям концовка была, а ты начинаешь что-лить. Фу, скучно. Давай мне играется. И шумно не слушай. Ты так что-ли? Да! Она для того и есть, чтобы было вкусно. Молодец. Волшебная. Снимай там. Попробуй. 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 Солида. Ага. Ну, вершина причем твоя. Давай, поехали. Попробуй. Попробуй. И на конце. Попробуй. Смотри на дирижера. Снял. Между ними есть чуть-чуть секундочку. Снятые ножки. Три, четыре аккорды. Попробуй. Три, четыре. Попробуй. Попробуй. Я играю на первом форте. Поехали. Три, четыре. Это твоя форте последняя. Три. Фу. Не бомби. Не бомби. Красивое. Да, молодец. Теперь смотри, что происходит. Вот мы с тобой сыграли начало, да? Вот здесь, а вот это все. Сыграли, сыграли, сыграли. Ты понял, да? Вот парадик пошла. Везде к тебе три играешь. И туда можно брать эту педаль дашь. Почти вместе. Да? Да? Дальше всегда получишь левую руку, чтобы ты слышал. Ну, отлично. Вот три звука у тебя все время сняла. Если у тебя будет твоя баланса, то я не знаю. Всегда минор я тебе просто предлагаю играть более длинным, более пластичным звуком. А все, что более лежоро, то более звонко. Теперь вот ты видишь, появляется такой штрих. Это короткая бутылка. Но при этом она четверть. Чего делать? А это прям спеть вперед, и вот этот, слышать, и в общем, смотри, вот это поешь, эти дорожки, они разные, вот это певучее, а вот концовка ее, чтобы была точная линия оркестра, удобная, понятно, вот сыгай мне отсюда еще, вот отсюда можешь, поищи, вот отсюда, вот в этом месте, чтобы синий вылезал, вот теперь сыгай-то с медалькой, два, три, немножечко четче, последнюю четверочку, и без акцента синий, а сверху получше звук, и педаль. Мучка кашлят, наверное, еще раз. Такая педаль, знаешь, которая уходит. Чуть живее собрай. Смотри, педаль матричный. Смотри, сверху потяже. Вот это с педалью. Короткая по штриху, но с педалью. Вот так же. Нет, ты поиграешь просто грубо левую, а мне нужно, чтобы там. Ну, играй быстро сейчас. Да. А пальцы побольше вправо. Не было у тебя решения. А где-то, прийди сюда. А где-то, да-да-да-да-да. А здесь, да, не мешай. А где-то, да-да-да-да-да-да. А зачем, почему у тебя литва отсюда начинается? Вот он. По-другому немножко войдет. Понимаешь, ты делишь. У тебя вялый пассаж, а потом в нем такая активность в конце этого пассажа. А он ведь сюда идет. Он берет. Много точек. Очень много событий в народном месте. Да-да-да-да-да. Так, играем. А с чего это вылезает? Почему? Потому что левая ступень. А зачем ты здесь делаешь акцент? Ты его там видишь. Он там есть? А зачем ты его делаешь? А кто знает. Даже если ты играешь громко, пожалуйста. Тогда прийди туда. Просто прийди туда. Вот так. Вот что там происходит. Раз, два. Смотри. Педаль. Два. На два снял. Раз, два. А пальцы еще продолжаются быть с певучими. Два, два, три, три. И меняются в четвертый доль. Два, два, три, три, три. Не-не-не-не. Хотя бы умея тут сыграть по-человечески. Это не может быть с акцентом. Это плохо. Вот ты идешь сюда. Вот ты играешь. Два, два, три, 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 три. Два, три, три. Шелоки. Два, два, три. Здесь мажор, да? Ты идёшь сюда. Форта. Здесь большой тути потом оркестровый. Прежде чем у тебя тащился опять вот такой же соло. Ты же не будешь так. А тут почему? Раз, два, три, три. Сыграй. Как будто легатт. Звук такой, знаешь, сначала связанный, а потом чёткий. Иначе сит твоя варёт. Молодец, да? А теперь активность сыграет соло. Больше звук. Это просто. Хорошо. У тебя получается либо тихо правильнее, либо громко неправильно. Если ты не сможешь сделать это громко правильно, играй тихо. Но вот эта, вот эта дорожка, она другая. Она идёт к форте-коркестре. И туда надо прийти. Давай, пожалуйста, ещё раз. Я ведь смотри, ничего не делаю. Я кладу без руки. Положила эту мелодию. А здесь играю просто ритмически чётче. Это певучее. Вот так. Тык! То, что приходится без ноги, вторая часть, педаль и больше звука, больше еще, это и это тоже, а теперь последний хор, когда я ищу хор к оркестру, классических концертов, до битхорда, никогда не играй последний хор, как завершающий, но немножечко себя с воздухом, но нет, предыдущий, пожалуйста, это тихо слишком, просто мелочий, но слышишь верхний голос, и в этом не слышишь почему? Потому что ты отдал партнеру первенство, а ты ушел еще раз еще раз соло соло что происходит, да? Один окор, второе окор плохой фадик, слышишь сам? почему плохой? сам скажешь почему он плохой? тупой он тупой он тупой красивый а еще вместе две руки и правый пояснее, пальчиком выше а что надо сделать с ногой, чтобы была пауза? снять как? снять как снять? вот найди, как снять давай, когда сверху соло не знаю, сыграй не знаю, сыграй она просто улетела она улетела а вот так вот здесь она мне такая не нужна понимаешь? давай, сверху прямо а теперь играй левую руку в этом же аракте только стаккад и педаль сделается в свое дело вот в этом месте, когда она появляется вот эта рука дает больше краски чем вот эта положение а это радостная это педаль машины она сначала появляется, наверху такая необыкновенно красивая а потом так постепенно ростки и точную пальцу давай вот отсюда вот у тебя есть смотри прикрашивай пошла так колюченький а вот этот такая, знаешь намокшая птица представляешь воробья, который мокрый представляешь? воробья играл да? ну вот дождь пошел он мокрый среди несчастный в цыгане несчастного воробья вот да только левая рука при этом играет вот да пошла хорошая левая хорошая теперь добавь мелодию да давай давай дождь дождь снять ногу в этом такте и дальше пойдем давай давай чтобы мы обалделимся давай 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 не сняла не сняла давай давай запусти запусти папу давай смотри вот тебе там делали предложение я бы тоже так нарисовала вот здесь вот пьяно знаешь что надо сделать? вот смотри непьяно просто убрать педаль почему? потому что здесь оркестр нечего не делает если ты еще убрался вообще ничего нет так же оставь да причем правую оставь левую тише еще и педаль сними да 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 отсюда я пошла в утро и обе руки начинают быть другими понимаешь здесь в субе то происходит смена характеристик в тональности пока не доберешься субе давай поехали отсюда светло утро давай метро у тебя утро да знаешь какой еще такое матовое все от тумана так и взял педаль ордер куда тебя нет оставил это оставил по звуку просто убрал педаль и почетче левую руку и потише молодец поймал замечательно теперь пальцы выучишь и сыграй мне вот это прям двумя руками ну-ка по мелодии педаль вот отсюда подряд 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 Неожиданно. 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 Пять и семьи стали делать шпи. Подряд левые. Молодец. Мастер пошла. Это хорошо. А вот это плюс. А вот здесь можно сразу ногу. И опять тихо. Несмотря на то, что здесь пауза, здесь педаль будет тактами. А я иногда даю. Давай, давай. Неудобно слышать все ноты. Вот это мне зачем. А я тут пришел сюда. Почему здесь надо снять? Вот здесь надо снять. Потому, что это еще и не пьяно. А вот один пьян. Вот так это педаль. Снял. Педаль по гармонии пошла, прямо отсюда, иди к моему округу, иди к моему округу, иди к моему округу. Там, где аккорд, здесь больше вот эти ноты, которые идут в следующий танк. Да, услышал? Две ноты. В это время она будет с ногой сниматься, она не на четверти будет сниматься, а на последней восьмой. Вот эта пара будет увеличиваться, да? Нет, надо. Убираю ее просто к концу. Я тебе скажу проще. Вот так, где у тебя стоит снять, где стоит пауза, вот от этого момента нога начинает просто уходить. Не снимаю ни в этой точке, не думаю, в какой конкретно. Просто оттуда и убираю. Вот и все. Вот так, ребята. Дальше. Следующая пара. Вот это следующая. Когда получается, как бы этот аккорд, он и не обрывается, он как бы повисает. Получается очень вкусно. Запомнишь? Смотри, вот от этого места педаль будет уходить. Не конкретно сниматься, а уходить. Дальше. Дальше опять взял. И вдруг у тебя минуту. Лимашор, да? Вот они должны быть. Этот суровый по левой ручей. Дальше на минуту. Дальше. Он как бы будет лететь, понимаешь? Очень суровый, да? Так как-то очень трагический немножко. Вот вместе мы ставим. Ну давай, давай. Вот что было трагическое. Сразу. Две руки. Прям горячо. Не бойся, ты посмотри. Дальше. Так же, педаль будет уходящая. И пошел-пошел вперед. Понимаешь? Так. Вытянем. Так. Вытянем. Так. Вытянем. Так. Текст выручить надо. Да? Выручить текст. Так. Минон больше. Мажор, светлые, свободные руки, напряжённые. Ты смотришь, что в оркестре? Вот эта интонация, значит, у тебя. Где будет разрешение? Не будет. Потому что вот это есть. Оно движет. Понятно? Кто-то специально не выпячивает, потому что ты это знаешь и никому об этом не хочешь рассказать. Но делаешь это незаметно. И вдруг это... Пошло движение. Пошло движение. Пошло движение. И вдруг это... Это птица. Это важно. Есть много характеристик. Пожалуйста, ещё раз мне вот это. В шаре педали. Р时 и таро. Давай, незаметно. Одиннадцать. Девочь here... Смелее! Смотри! Рwa, dg, dg. Три с педалью прямой. Раз, два, три. Два, три, четыре... И руки пошли. Плечь на левую сразу. Дон три, четыре. Вот этот дом мажор легче. Он другой. Старинный инструмент. Вот этот дом. Да? Вот этот дом. И ты бросаешь. И сюда педаль. Вот. 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 Сейчас я его. Вот. Вот. Смотри. У тебя вот здесь трудная виска, да? Вот здесь. Смотри, как написано. А здесь ты вот. Продолжим. Вот. 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 Вот этим за нот уже можно играть актаву. А учишь? И еще, когда ты вот это играешь. Вот. Не играй. Это большая бедаль. Чтобы писать. Как бы сделать вид, что играешь актаву. Вот ты вообще? А где ты? Ты играешь актаву. Нет. Ты играешь актаву. Нет. Ты играешь актаву. Мы здесь. Здесь дирижон слышат. Ты можешь быть здесь свободен. Он услышит, никуда не денется. И пойдешь ты. Давай еще раз. Здесь ногу снял. Удержи. Это свободное место. Здесь деньжор услышит. Молодец. Вот это выучишь. Это просто трудно сходу. Сделаешь. Ладно. Теперь вот отсюда. Изменить характер. Так как бы трудно. Не важно сколько ты нутс. От верхней нуты пошли. Молодец. Стоп, стоп, стоп. Это как у скалати. Такая. И по среднему волосу. Нидержанечка. Дальше. Там хочет четверть. Понимаешь? Но она такая. И вот дальше. Сделай мне. Сними ногу. Чтобы ушла терция. Это мы с тобой делаем. Сюда придешь. Сделай мне еще раз это место. Там нет клеща. И вот это влево. А, ты все склеил. Влево. Влево, где-то там. А там все ярко делать влево. Да? Молодец. Влево. Нет. На паузу. Влево. Нет. Влево. 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 Бросил терцию. Видишь, какая я зануда. Меня пережить, мне легче убить. Правда. Раз, два, три. Мне нужно... Три. Тогда... Правильно. Смотри. А теперь другая у тебя история. Смотри, взял. Пас хороший берешь. А вот эту положи. Смотри сюда. Какая застрявшая ты. Какая застрявшая ты. Это вот из-за этого. Вот так. Из-за этого. Вот так. И дальше ты как? Лучше знаешь, куда ты идешь. Лучше знаешь, куда ты идешь. Лучше. Ты знаешь, куда ты идешь. То есть в твоем сознании, в твоем ощущении то, что застряло на месте должно все время меняться внутри тебя. Ноты те же самые. Понимаете? Вот это им очень трудно объяснять. Но мне невозможно. И я думаю, что мы сейчас тоже сделаем. Очень важно, чтобы они научились видеть. Когда в музыке одно и то же, и есть внутреннее ощущение, что это все разное. Вот это все, что потом происходит, вот когда они играют. И вот это пять раз про одну и ту же. Да? Вот когда они играют. Это же просто. Или вот это. Все время одинаковые. Одинаковые. Вот одно и то же написано. Без каких-либо изменений. Внутри тебя должно читаться с разным ощущением. Тогда это не важно, что это повторяющаяся музыка. Она все равно звучит по-другому. Это твоя убежденность внутренняя должна заработать. Понимаешь? Вот ты мне сейчас отсюда играй. Вот это. И ты ушел в другое место. Да не зная, как ты будешь играть. А дальше пусть оркестр напрягается. Да? А дальше пусть оркестр напрягается. Да? И ты должен вступить в субито. Но твою субито у тебя возникает уже в голове вот тут. Вот весь их вот этот еще мажорный ряд, ты уже должен жить в ощущении того, как ты вступишь. Да. Ты что, с той точки не вступить? Понял? Давай мне еще вот это вот перерождение сыграть. Значит, отсюда? Вот отсюда. Знаешь, что я делаю? Прямо от первой снимаю ногу. А это место. Ненец сверху же. И местом таким партоментированный, на терци Canal. И это левое молото. Ты останавливаешься? Не останавливайся. Не пошел, да? Вот там должно быть ощущение, которое должно двигать за тобой оркестр. Отсюда. Нетерпение в этой ноте. Не ускорение формальное, а внутреннее нетерпение. Три, четыре. Больше звука. Мало. Мне тебе мало. Это ж твои все ароматы с оркестром. Ты солист. Ну. И дальше я, а потом ты. Хорошо? Да. Хорошо. Так, ну мы вроде как с концертом разобрались там. Все понятно? Да. Ну думаю пока какие еще есть вопросы. Что у нас там по времени? Нормально поработали? Нормально? Шикарно. Нет, я просто по нему как ему нормально. Я могу с ним еще заниматься. Просто ему надо... Я думаю, что он уже... Я думаю, что у него там уже... Да? Он уже мечтает о себе избавиться. Давай, давай, давай. Ну ты понял, Митя? Ты понимаешь, ты же уже купил бабочку на концерте. Бабочку? Я без бабочки. Без бабочки? Он без бабочки. У тебя рубашка красивая? Я просто рубашка черная. Красивая, что ли? Да. Ты уже все есть, да? Да, ты представляешь, что ты выйдешь красивей такой, Да. Ты солист. Ты выходишь, уже тебя публика должна обожать. Потому что ты так должен выходить. Ты должен выйти и все уже. Пока дошли вдвоем, все тебя уже любят. Я серьезно тебе говорю, это очень важно этому научиться.